которые не эскалируют конфликт, которые, если конфликт, то устаканивают его. Это ложь, то, что принято, что вот типа женщина, она конфликт, типа, ну так вот, нам внушили, что типа женщина, она конфликт сглаживает, там, мужчина должен сглаживать конфликт между мужчинами по-нормальному, а женщина, она не сглаживает конфликт, зачастую, наоборот, из-за женщины происходит конфликт с мужчинами, мужчин друг другу, они убивают друг друга, там, дофига пачками, пачками прыгают с высоты из-за женщины, потому что 24 на 7 помывало на мозге, «Ах, какая женщина, какая женщина, Джулия, о-о-о-о!» Или там еще фильмы эти все и все прочее, там, «Ох, если вы не выйдете за меня замуж, я умру! Ах, я умираю!» Ну, такие вот мультики и фильмы. Даже фильм «Бойцовский клуб», там тоже мужчины избивают друг друга, и там женщина вот эта вот, какая-то мерзкая, курящая, какая-то проститутка, ой, простите, не проститутка, а я не одобряю, не одобряю, не одобряю, а плутана легкого поведения, какого черта он вообще с ней связался? Это пропаганда, короче. Нормальный мужчина не должен связываться с такой, и вообще что-то там слушать ее. И она еще что-то там говорит им, командует. А так происходит в западном современном мире, в России особенно. Ну, это просто дичь. Они показали наркоманку какую-то, и типа, ты не дашь, и она говорит, ты не дашь мне спать всю ночь. Так пошла ты нафиг, венерическими болезнями от тебя еще заржаться. Ну, что ты приняла всякую дичь? И под этим предлогом заниматься любовью. Нужно заниматься любовью, чтобы детей, чтобы дети были здоровыми, блин, нормальными, рожать их нормально, чтобы они не лежали в барокамере, как я в одиночестве в камере, чтобы их не кололи антибиотиками, как меня кололи, чтобы их кормили грудным молоком, а меня не кормили грудным молоком, понимаешь? Никогда в жизни. Поэтому меня закололи антибиотиками еще с детства, чуть ли не до смерти. Врачини, врачини Нессы. Добрые. Офигевший врач там был, который рассказывал. Мужик какой-то тоже охреневший. Полностью охреневший. Стража стоит. Я чувствую себя в порядке более-менее. Я не чувствую такую сильную грусть. Жулия, о-о-о-о, без тебя я умру. Я читал все эти страдания юного вертора и так далее. Все читал. Думал, что это классика, это нужно просвещаться. Это знать надо. Это классика. Это знать надо. Ни хрена хорошего это не дает, на самом деле. К сожалению. Страдание там по женщине дает тебе овер миллион. Ну, я не знаю. Ну, делайте ароматичным. Но женщины в России не любят романтиков. Так уж в основном так уж и сложилось. Они любят всяких морозков, матча там. Ну, это везде так, в принципе. Я не знаю. Я не разбираюсь. Я же кто? Ничтожный. Я никто. Я не разбираюсь. Я не психолог. Простите. Короче, одно я скажу. Мужчины не должны друг с другом драться, словесно унижать друг друга. И никаким образом не должны проявлять друг другу агрессию. Это все брехня, то, что тебе говорят. Типа, что если такие это не будет, то выродится население, там, типа, не будут готовы к войне, там, придут более воинствующие. Это все брехня. Это все пропаганда этих чертовых. Везде правит одно единое правительство, я думаю, имхо. Одно единое правительство. И оно просто стравливает. И оно избавляется постепенно от мужчин, унижает их. Везде это можно увидеть во всем. Во всех фильмах, там, во всех мультиках, во всех законных, законодательствах, во всем абсолютно. В садике, в школе, везде условия все создаются для этого. Черт возьми. Разуй глаза. Они уничтожают страны, где есть нормальное устройство, нормальное мироустройство. Просто разбамбливают их. Уничтожают, вырываются в них. А в странные, где какие-то странные мироустройства, они что-то не вламываются. А просто держат там свои базы. Уничтожают. 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 Уничтожают.